Так, добрый день, коллеги. Дашборд изображается? Вообще видно. Мы находимся в интерфейсе Alphabi, и у нас здесь сейчас открыта в качестве примера аналитическая панель на базе данных HeadHunter. Демонстрацию, собственно, я начну с результата, которым обычно пользуются верхнеуровневые пользователи. Это дашборды. Дашборды представляют собой интерактивные аналитические панели, решающие задачи визуализации, исследования данных по ключевым метрикам, бизнес-показателям и так далее. На данном дашборде у нас представлена информация, полученная через публичное API HeadHunter, и отфильтрованы данные только по тем вакансиям, которые содержат в себе информацию о BI-платформах. Здесь мы можем наблюдать слева несколько биджетов, которые содержат в себе ключевые метрики по количеству вакансий, а также количество платформ, которые участвуют в визуализации на данном дашборде. Из количества платформ отдельно можно выделить те, которые относятся к консорсным и отечественным. На карте представлено территориальное распределение количества вакансий, и мы можем видеть регионы, в которых наибольшая концентрация открытых вакансий по тем или иным BI-платформам, и также регионы, в которых запрос на BI-платформы не так высок. А слева можно наблюдать столбчатую диаграмму. Здесь уже вакансии сгруппированы по конкретной платформе, можно видеть лидеры платформ, которые наиболее востребованы в вакансиях. И ниже представлено распределение вакансий по типу занятости. По типу занятости мы можем провалиться, например, если мы выберем полный день, провалимся, увидим, что данные формируются в разрезе платформ, и есть тройка лидеров, и проваливаясь в другие ячейки, можно заметить, что тройка лидеров сильно зависит от типа занятости. Например, для гибкого графика наиболее востребованы опенсорсные платформы. Также здесь в следующей столбчатой диаграмме можно наблюдать наиболее популярные вакансии с указанием зарплатной развилки. И справа на графике можно видеть информацию по компаниям, которые выставили данные вакансии, и при необходимости можно кликнуть по гиперссылке и перейти в карточку компании, созданную на HeadPanter. Все эти графики можно отфильтровать, например, по типу программного обеспечения. Для этого необходимо в выпадающем списке выбрать нужное значение, данные автоматически отфильтруются. И также можно выбрать платформу, либо тип занятости. И при необходимости можно выбрать город. Города представлены по убыванию, то есть сначала идут города, где наибольшее количество вакансий. Например, если мы выберем Новосибирск, данные отфильтруются по Новосибирску. Также фильтры можно сбросить по кнопке «Фильтры». И здесь для пользователя добавлена кнопка для скачивания отчета, при клике на которую запускается генерация регламентного отчета. Если мы ее сейчас откроем, увидим, что она содержит две вкладки. И собрана на основе тех же данных, которые отображаются на дашборде. То есть здесь опенсорсные и отечественные платформы, и по ним сгруппированы вакансии и зарплатная развилка. Далее. Таким образом, если подытожить, то в дашбордах можно скомпоновать различный набор виджетов, такие как круговая, столбчатая, линейная, диаграмма, карта, пузырьковая диаграмма, датчик, радар и другое. Настроить различные виджеты навигации и фильтрации, а также связать между собой виджеты и настроить и создать различные обработчики, которые позволяют пользователю инициировать запуск событий и действий при взаимодействии с элементами дашборда. На этом с дашбордами мы завершим и перейдем к следующему модулю. Модулю создания отчетов. И здесь мы продемонстрируем создание регламентного отчета с нуля и покажем, как легко и просто можно собрать отчет на основе имеющихся данных. Для создания нового отчета нажимаем кнопку «Создать отчет». У нас открывается достаточно привычный интерфейс, близкий к офисным приложениям. Здесь можно вводить текст в ручном режиме и также проводить различную адаптацию формата внешнего. То есть можно задавать выравнивание, можно указывать заливки, стиль, добавлять обводку ячеек, выбирать шрифты, а также задавать ориентацию страницы, формат выгрузки и прочие настройки. Также данный дизайнер отчетов поддерживает ввод формул. Например, можно ввести какие-то значения, он их посчитает. Для нашего примера соберем отчет. Например, у нас есть шаблон отчета, который необходимо собрать по данным HeadHunter. Мы можем скопировать шаблон, который нам необходимо, вставить его в интерфейс дизайнера отчетов и далее там, где нам необходимо добавить уже непосредственно данные с нашего хранилища, добавить источники. Дизайнер отчетов может оперировать двумя типами источников. Первый тип источников – это АЛАП. АЛАП-источник строится на многомерном хранилище и может выступать как сам самостоятельный модуль, так и как конструктор источника отчетов. Для того, чтобы добавить источник отчетов, нам необходимо выделить ячейки. Мы сразу объединим эти ячейки и нажмем кнопку «Добавить АЛАП». У нас появится ячейка и по двойному клику мы можем провалиться в конструктор создания АЛАП. Здесь мы можем выбрать куб, созданный в системе. Например, добавим тот же самый куб, на базе которого был построен дашборд. И видим, что слева у нас отображается структура куба, которая включает в себя различные меры и локальные общие размерности и их нейрархия. По структуре отчета, которую нам необходимо собрать, мы видим, что нам необходимо значение по количеству вакансий, а также зарплата от и зарплата до. Добавили их на ось и предполагается, что нам необходимо распределение по регионам, поэтому мы добавляем слева направо регион. И видим, что в правой части у нас отрисовывается АЛАП представления. Здесь мы можем в интерфейсе разворачивать различные узлы и иерархии и настраивать, например, сортировки. Отсортируем вакансии по убыванию. Также иерархию можно добавлять в строки в столбцы. Согласно нашему шаблону в области столбцов нам необходимо отображать также информацию по отечественному ПО. Поэтому мы добавим иерархию тип ПО на ось столбцов. Развернем и увидим, что у нас есть данные сгруппированные в целом и по зарубежным и отечественным ПО. Исключим данные по отечественному ПО, чтобы отображались только и того, и отечественному ПО применим. Наш график перестроится. Далее мы можем предположить, что пользователю в отчете будут необходимы не все регионы, а только выбранные. Поэтому можем добавить переменную. Добавим переменную регион. Зададим понятное для пользователя наименование, а также выберем тип перемен. Выберем тип переменной иерархии для того, чтобы пользователь мог выбирать значение из дерева. Здесь мы выберем иерархию регионы и также укажем значение по умолчанию. Допустим, значение по умолчанию будет Россия. Выберем применим. Далее эту иерархию переменную можно добавить либо в область трех столбцов, либо настроить более интересные варианты с формулами и фильтрами. Например, мы захотим пользователю отображать не только выбранный регион, но и все дочерние регионы, то есть все значения, которые находятся под выбранным регионом. Это субъекты страны и города. Для этого напишем формулу, что нам нужны потомки. Применили. Регион применили. У нас данные отображаются согласно выбранному региону. Скроем сроки, по которым нет данных, и также отсортируем по убыванию количества вакансий. Все, мы получили АЛЛА-представление. Здесь также мы можем добавить условное форматирование, например, если хотим выделить уровень субъектов Российской Федерации. Для этого во вкладке «Запрос условного форматирования» добавляем регион, выбираем нашу иерархию, и здесь разворачиваем субъекты Российской Федерации, нажимаем «Выбрать все», выбираем, и в стиле говорим, что нам необходимо подчеркнуть эти значения, например, темно-синим цветом и жирным. Применили. Видим, что наше АЛЛА-представление отрисовалось справа, и регионы, субъекты Российской Федерации выделены жирным цветом, и ячейки выделены синим. Далее, помимо этого, можно также настроить стили, или, например, добавить обводку ячеек, сделаем ее более насыщенной. И выберем шрифт, например, выберем шрифт покрупнее. Все, наш источник настроен. Так как в шаблоне отчета у нас уже есть шапка, мы можем скрыть текущую шапку, нажав кнопку «Скрыть стабцы», нажимаем «Применить». Помимо этих значений, давайте еще мы добавим возможность сравнения с вышестоящими элементами, то есть не только по выбранному региону, но и по родительским элементам. До этого допишем «Предков» и ту же самую переменную. Видим, что у нас отображились все регионы России, там далее субъект Российской Федерации с разверсткой по городам. Применим наше АЛАП-представление. И далее мы можем посмотреть, что же у нас получилось в нашем шаблоне. Мы добавили вот ячейку с источником. И далее нажимаем кнопку «Предпросмотр», выбираем регион, нажимаем «Продолжить», и у нас отрисовывается предпросмотр отчета, в котором есть шапка, а далее отображаются данные, которые у нас были в АЛАП-источнике. Они настроены с учетом условного форматирования и разворачивают иерархию регионов. Этот отчет можно экспортировать в Excel-файл по кнопке «Экспорт в Excel». И, собственно, файл сформируется ровно в таком же виде, как мы его видим в предпросмотре, со всеми настройками, стилями и форматированием. В данном редакторе мы можем также задать области печати и ориентацию. Ну, в текущем случае оставим книжную. Помимо типа источника АЛАП, дизайнер отчетов может оперировать типом источника в бизнес-объект. Например, создадим новый отчет. И типы источника в бизнес-объект, как правило, используются для плоских табличных отчетов или для выгрузок. Для такого примера возьмем шапку из отчета, из выгрузка 3. Например, нам нужна будет такая плоская таблица. Ее можно построить на том же хранилище. Добавляем, выделяем ячейки, объединяем, добавляем источник в бизнес-объект. По двойному клику проваливаемся. Здесь у нас открывается дизайнер источника данных типа бизнес-объект. Далее нам доступен список всех бизнес-объектов, созданных в системе. Есть два типа бизнес-объектов. Это либо физическая таблица, либо результат выполнения сквозь запроса. Выберем результат выполнения сквозь запроса на базе HeadCounter. Двойным кликом и добавим все поля. Нажмем кнопку «Выполнить». Посмотрим, какие данные лежат в этой таблице. Согласно нашему шаблону, нам необходимо немножко изменить внешний вид. Для этого мы переместим поле ссылка на вакансию в конец, а поле ID вакансии удалим из списка. Также настроим сортировку. Укажем, что нам необходимо отсортировать название компании по алфавитному порядку, а далее по убыванию даты публикации. Для этого нажмем в вкладке «Сортировка» соответствующие иконки сортировки. Данная отсортирована. Здесь мы можем также добавить стили. Например, выберем шрифт и увеличим размер. И скроем шапку, так как у нас шапка уже есть в шаблоне отчетов. Нажмем «Применить» и далее в предпросмотре посмотрим, какой отчет у нас получился. Видим здесь, что у нас сформировался плоский отчет на основе таблицы со всеми данными. Но также здесь мы видим, что в шапке нам необходимо добавить информацию, на какую дату был сформирован отчет. Для этого мы можем написать формулу, например, «равно» и написать «today». Все, отображается сегодняшняя дата. Можем сохранить далее этот отчет, задав наименование. И выбрать способ формирования. Оставим способ формирования на клиенте. Сохраним отчет. Далее, если мы экспортируем данный файл, он будет соответствовать ровно тем настройкам, которые мы настроили в дизайнере отчета. Открылся у нас файл и отображается таблица. Помимо рассмотренного преимущественного модуля работы с многомерным хранилищем All-Up представления, также есть альтернативный инструмент. Мы можем подключаться к нашему внутреннему многомерному хранилищу через интерфейс Excel. Продемонстрирую это на примере нового Excel-файла. Создаем Excel-файл. Создам новый Excel-файл. И здесь будет достаточно перейти во вкладку «Данные». И если у меня уже настроено подключение к существующему стенду, то я могу выбрать существующее подключение. И здесь в списке у меня отобразятся настроенные подключения к АХД. А в данном случае у меня есть сохраненное подключение к АХД HeadHunter. Я нажимаю «Открыть». И здесь он мне предлагает выбрать кубы, которые есть в этом источнике данных. Я выбираю куб, на котором были построены дашборты и отчеты. Нажимаю «Ок» и выбираю ячейку, куда я добавляю сводную таблицу. И получаю привычный режим работы со сводными таблицами в Excel, но на базе данных, которые построены на основе многомерного хранилища данных в Alpha BI. Здесь я могу выбрать, ну как в обычных сводных таблицах, воспроизвести в принципе те же отчеты, выбрав количество вакансий, количество, вернее так, сумму зарплаты от и до. И, например, добавить период на ось и добавить отечественное и зарубежное ПО в область, например, столбцов. И добавить тип занятости в области фильтров. Здесь у меня отобразится, собственно, слева сводная таблица. Данные будут подтягиваться относительно того, как я буду взаимодействовать с этой сводной таблицей. То есть по мере того, как я раскрываю узлы, подтягиваются актуальные данные из хранилища. Также применяются фильтры, которые я здесь настроила. Например, я выберу полный график, данные отфильтруются. Таким образом, это альтернативный интерфейс работы с нашим многомерным хранилищем для тех случаев, когда либо функционал АЛА представления не комфортен, либо в какой-то мере ограничено его использование. А одним из следующих ключевых модулей в Alphabi является модуль настройки бизнес-объектов. В бизнес-объектах мы настраиваем, конструируем структуру хранилища данных. Здесь можем создавать объекты и для них определять набор полей, которые будут в хранилище. Например, откроем объекты, которые были созданы для хранилища HeadHunter. Здесь у нас есть бизнес-объекты актуальной вакансии. И видим, что есть набор полей. У каждого поля есть свой набор типов, которым можно настраивать, задавать различные настройки. И далее данные в этом бизнес-объекте можно просматривать и настраивать различные представления просмотра этих данных в бизнес-объекте. Сверху бизнес-объектов настраивается многомерное хранилище данных. И для этого мы переходим в модуль аналитического хранилища данных. Здесь нам представлен конструктор, в котором мы можем создавать кубы и размерности. И также источники данных. В качестве источников данных могут выступать как собственные СУБД, так и сторонние СУБД MSSQL, Oracle, Clickhouse и тому подобное. Провалимся в источник данных АХД ХХРУ. Здесь у нас созданы общие размерности. Они могут содержать различные наборы иерархии с различным набором уровней. Например, иерархия с тремя уровнями здесь. И, в принципе, три альтернативные иерархии в одной размерности. Далее можно создавать кубы. В кубах настраиваются локальные размерности, выбираются общие размерности и указываются поля, которые можно считать мерами и способ их агрегации. На основе нескольких кубов можно создать виртуальные кубы. И далее с ними работать так же, как и с обычными кубами в Алла-представлениях, либо в альтернативном Excel-интерфейсе. Далее рассмотрим компонент, который отвечает за получение, обработку и выгрузку данных. Это ETL-процессы. Он находится также, доступен через интерфейс платформы. И здесь тоже откроем пример для HeadHunter. Тут настроены ETL-процессы, например, которыми был загружен наш текущий куб, который мы анализировали в отчетах и в дашборде. А здесь мы видим, что в ETL-процессах нам доступен широкий набор различных блоков, отвечающих за разные задачи. Например, есть различные блоки подключения веб-сервисов. Блоки парсинга, данных из разных форматов, а также большой список блоков, позволяющих производить различную обработку и трансформацию данных. Обработанные данные можно выгрузить либо в собственную базу, либо записать в файловое хранилище, либо отправить в другие системы. В данном случае мы видим, что для получения данных из HeadHunter был запрошен список платформ, относящихся к API. Далее наименования этих платформ были заданы как параметры нашего запроса к API. И в блоке работы HTTP сервиса мы отправили запросы на HeadHunter. В блоке предпросмотра мы видим, что происходит на данном этапе. В результате выполнения данного, вернее, следующим блоком мы получаем в результате JSON-файл, который можем распарсить следующим блоком JSON. И далее уже имея табличное представление, мы можем эти данные обрабатывать. Например, здесь был добавлен калькулятор, в котором были проведены дополнительные расчеты, а также был добавлен фильтр, отсеяны ошибочные данные. И эти полученные данные загрузили в собственную СУБД бизнес-объект. Таким образом, различный набор ETL-блоков и связи между собой позволяют нам покрыть различные кейсы получения и обработки данных. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.